Трое каратистов из Люберит стали призерами соревнований Кубка Центрального Федерального Округа. С воспитанниками спортивного клуба «Будо Искра» пообщалась наша съемочная группа. Поражение противника на повал, дух воина и отличное владение навыками карате – все это о романе Андреенко. Кандидат мастера спорта и многочисленный призер соревнований в свои 16 парень уже достиг определенных успехов в этом виде единоборства. За это все так же, как и за чемпионство на Кубке Центрального Федерального Округа Роман благодарен своему тренеру. Благодаря моему тренеру Алексею Алексеевичу, который тренирует нас несколько раз в неделю, по два часа. Потому что тренировки проходят в напряженном режиме, он нам дает какие-то новые тактические действия, которые мы отрабатываем, потом используем на соревнованиях. Тактические действия еще и ежедневно отрабатывает и Павел Цемлянский. Заниматься карате у них в семье традиция. С самого детства спортсмен был чрезмерно активным. Восточное единоборство до сих пор помогает парню выплескивать свою энергию. Я так много занимаюсь, потому что, чтобы показать хорошие результаты на соревнованиях. Скорость, эмоции, адреналин. И, наверное, потому что здесь как-то душа легла к этому виду спорта. И больше нигде себя не вижу. Хочу и тренируюсь здесь. Если я куда-нибудь перейду, я, наверное, так себя не найду в жизни, как здесь. На соревнованиях Кубка ЦФО по карате Павел Цемлянский стал бронзовым призером, как и его товарищ Егор Сафонов. Для них этот результат – уже маленькая победа. Однако Егор не собирается останавливаться на достигнутом. К следующим соревнованиям обещал исправить свои недочеты. Мой минус – это то, что я травмировался. Колени сыграли свою роль. Ну и еще то, что я боялся сам делать что-то. То есть я работал всегда на втором номере от своего соперника. Такие разные, но все-таки вместе. Романа, Павла и Егора 10 лет назад объединил спортивный клуб «Будаискра». Теперь и в жизни парни – настоящие друзья. Их учитель, как называют его дети, Алексей Капраненко, обладатель третьего Дана Башатакан и настоящий поклонник карате. Детей вкладывает все свои силы и время. Занимаясь карате, оно помогает развивать такие качества, которые украшают мужчин. То есть мужество, жесткость, справедливость. Ну и, конечно, любовь к своей родине. Потому что для чего мы и занимаемся, чтобы защищать свою родину. Потому что никто так не мы. Кубок Центрального федерального округа, на котором с успехом выступили накануне ребята – это лишь часть большого дела, которое еще им предстоит. Далее нашим спортсменам предстоит завоевать новые вершины на первенстве России по карате, которая пройдет в начале декабря. Анна Троян, Никита Скраган, Люберецкое районное телевидение.